Желательнее было, даже если бы мы сыграли в ничью с Ростовом, но только и Ростов забил, и мы забили. Так, наверное, было бы интереснее. И те моменты, которые мы создавали, и Ростов, достаточно были острые. И, конечно, по такой игре, которая изобиловала много атаками, конечно, хотелось бы, чтобы были голы. Но, тем не менее, конечно, надо отдать должное Ростову, и очень быстро они переходили из обороны в атаку. Как только мы давали возможность это им делать, конечно, они пользовались этим. Мы создали тоже достаточно моментов, но не забили. Я думаю, что в целом игра была равная. Мы немного позиционно больше играли, Ростов больше играл на быстрых атаках. Наверное, две разные команды по стилю, но итог равный. Хочется узнать о состоянии Марыси Рокера, который получил травму на Ростовике. Каковы ли он играть с лавой? Он почувствовал боль в колене, и мы не стали ждать, как он будет чувствовать, выходя на поле. И сразу же сделали, успели сделать такую, ну, не замену, а выключить его с заявки. Ну, и будем смотреть его, как будет все зависеть от него, от его состояния, от его диагноза. Еще пока неизвестно. Скажите, пожалуйста, на мой взгляд, команда восстановилась после Слова? И готов ли Краснодар к такому плотному графику? В том году все-таки жаловались, что тяжело было. В этом году что-нибудь изменилось? Ну, мы готовы к такому тяжелому графику, потому что мы готовились к этому. И рассчитывали на то, что у нас будет и определенная ирротация, может быть, не такая большая, как сейчас она идет, впоследствии она будет, конечно же, многочисленнее по игрокам. Но, тем не менее, я не могу сказать, что мы плохо готовы физически, но мы идем в плане коллективных действий к совершенству. Еще не хватает нам определенных действий в атаке, ну, так же, конечно, и в отборе. Но тенденция есть, и она идет с каждой игрой лучше. По уаре от игры к игре у него, то игра идет, то не идет, есть объяснение, потому что в прошлом году у него была определенная стабильность, в этом году у него со Спартаком, а тратить у него, потом будет отличная со Слова, и у вас сегодня опять не изменяется. Ну, я не могу сказать, что Ари сегодня достаточно плохо отыграл, он отдал много сил со Слова, но поэтому мы сделали ему такую поблажку, можно сказать, что его заменили, хотя я мог бы его оставить. Но есть и Бустров, есть и Лабарде, которые могут усилить игру, поэтому, конечно, дал им шанс, в первую очередь рассчитывая на них. Если у меня Торгинский остался на скандинке запасных, вы не учитывали тот факт, что футболисты все лучше команды? Да, конечно, учитывал, но Деми пока нужно освоить в команде. Сегодня я хотел его выпустить, но дело в том, что получилось так, что Газинский немного начал уставать, и поэтому выбрал Стефана. У Смола сегодня опять был один из лучших, да, в Краснодаре активен и так далее, но забить никак не может. Что такое, может, психологически? Что-то не так. Просто в Динамо на тренировках тоже забивал по 10 голов, а в Акрея и все-таки уколочек. Ну, значит, надо подождать. Мы верим в него, и будет он забивать. С такой активностью, как он играет, обязательно ему это воздастся. Ну, я думаю, для болельщиков она была интересная игра. Что касается результата, в целом, в принципе, он закономерен. Могли и мы победить, и Краснодар. Нам интересно было посмотреть себя с командой, которая играет в Лиге Европы. И думаю, что мы неплохо смотрелись. Были ошибки тактические. Но в целом я удовлетворен. Самоотдача ребят, конечно, с заменой будет быть более острой. Но как сложилось, так сложилось. Уронники, вы сказали, что правоостановцы у нас стали порогляться футболистами, но можно сказать, что вам стало легче в этом плане как-то носить изменения? Да, безусловно. Ребята, которые сейчас новички команды, безусловно усилят. Команду ждем, когда Нобу наберет форму все-таки без игровой практики. В основном тренировался, но не играл. Но в целом, на это надеемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...